В доме номер 3, дробь 2 по улице Чкалова с начала сентября отключен лифт. Причина – замена старого оборудования, которое прослужило около 30 лет. Жители больше трех месяцев поднимались пешком на верхние этажи в ожидании возобновления работы лифта. Однако все сроки прошли, а ситуация не изменилась. Столько месяцев не работал, ну людям скажите, напишите, все же люди живые, здесь, ладно, я там могу бегать там на девятый этаж, а как бы есть люди и пожилые, и старшие, и дети. Конкретики вообще никакой, то есть никто ничего не говорит. Ну как, надеюсь, жить без листа. И тем более мы оплачиваем, наверное, это в коммуналку входит. Не видел никаких представителей, ни комиссий, никаких. Видел, только рабочие работали. В фонде модернизации сказали, что претензии с Ростехнадзора по поводу безопасности, по поводу дверей. На несколько дней включили все, вот типа-типа запустят, типа это, ну как бы и тишина на этом. Ну уже тяжело напряжно, скорее бы включили, скорее бы заработало. Обслуживает лифт в доме по улице Чкалова компания «Вертикаль». Эта же организация занимается оборудованием во многих МКД Оренбурга. По данным управления жилищно-коммунального хозяйства, в 2020 году в городе заменили 389 лифтов. В 117 многоквартирных домах. 85 из них Ростехнадзор уже проверил. Они были введены в эксплуатацию в конце декабря 2020 или в январе 2021 года. Однако остается еще 35 домов, где лифт не запущен. Заканчивались работы где-то в начале года, где-то в конце года. И поэтапно проводится приемка. Специалистов, я так полагаю, в Ростехнадзоре все равно не так много. И поэтому это происходит тут немножко с задержкой. В дома, где лифты уже запущены, жители рады новому оборудованию. Например, в доме номер 32, дробь 2 по улице Солмышской, лифт раньше ходил только со второго этажа. После капитального ремонта жители смогут уехать прямо с первого. Четыре режима управления станцией. Ну, то есть, это все для нас. Ребеншка, ну, на мой взгляд, одна из самых бесшумных. Работает, если включить тихо, жильцам здесь комфорта не доставляет. Стоимость замены одного лифтового оборудования порядка двух миллионов рублей. Сейчас завершается работа по его приемке. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга Анатолий Байкаров заявил, что все лифты должны быть качественными и безопасными, чтобы вопросов о замене оборудования не возникало на протяжении 25 лет. На данный момент жители ряда домов продолжают ходить пешком и ждать возобновления работы лифта, а в ведомствах пока не могут назвать конкретных сроков. Анастасия Клесова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.